Он смелается, обижается, у него меняется память. Он неправильно воспринимает, то есть он забывает, буквально в смысле забывает все, что было хорошего с этим человеком. Если человек всегда остается в хорошем понимании личности другого, другого человека, память держит в хорошем сознании, тогда разум не меняется. Он остается сильным и крепким. Но чтобы помнить хорошее, нужно заставлять себя, означает прощение. Когда ты просишь прощения или прощаешь, ты восстанавливаешь свою светлую память о человеке, с которым ты строишь отношения. А если ты этого не делаешь, то тогда отношения будут портиться, и они придут в упадок. Есть люди, которые в принципе не согласны вообще что-либо прощать кому-то. Они считают, что вот как есть, так есть. Результат печальный, потом все разрушается. И будет как есть, так есть. Осталась одна. Ну то есть нужно работать над своим сознанием, нужно менять восприятие. То есть хорошо человек ведет себя или нет, это другое дело. Но я должен видеть в нем хорошее, иначе разрушаются отношения. Итак, мы движемся вперед. Мы говорим о разуме, о развитии разума, потому что он так важен в нашей жизни. Два чувства, чувство слуха и чувство осязания являются очень важными для развития разума. Чувство осязания связано с одеждой. Если одежда грязная, у человека портится настроение. У него меняется восприятие мира. Он уже не может воспринимать мир так, как раньше. И мы знаем, что грязные люди, чумазые люди, они вызывают отвращение, неприязнь внутри. То есть и человек, который так ходит, он привыкает к такому состоянию. Он должен таким образом, что каждый день должен мыться, чтобы его разум работал нормально. Нужно находиться в чистой атмосфере. Есть внешняя чистота, это квартира. Есть внутренняя чистота. Интересно знать, что за силу разума в психике человека отвечает мужское начало. Поэтому мужчины всегда развивают в себе силу разума. Они волю, цареустремленность, решительность развивают в себе. А женщины развивают в себе чистоту разума. Поэтому женщины очень склонны к чистоте в квартире, к чистоте одежды. Они не позволяют, чтобы было какие-то изъяны в этом. Они считают, что это недопустимо. Чистота в пище, в квартире, в одежде. Чистота также в мышлении. Ты что обманываешь меня, зачем? Мужчины склонны обманывать. А женщины, они больше склонны, как бы правду говорить. Согласны? И даже если женщина иногда обманывает, ей очень стыдно. Зачем я понимаю? Обманываю и правильный. Ну то есть, женщина беспокоится о чистоте разума, а мужчина о силе разума. Он беспокоится очень сильно, если он оплошал, как бы и не сделал все как надо вовремя. Допустим, женщина, если вовремя ей что-то не сделал, говорит, ничего страшного, все нормально. Опоздал на лекцию, ничего страшного. Мужчина говорит, нельзя опаздывать. Чувствуете разницу в восприятии? Мужчина говорит, надо вовремя, быстрее, давай одевайся. Я стараюсь. Женщины всегда приопаздывают чуть-чуть, и они как бы нормально к этому относятся. Мужчинам надо все быстрее, правильно. То есть, они отвечают за силу разума, женщины отвечают за чистоту. Видите, все в балансе находится в этом мире. Итак, следующее чувство, это чувство зрения. Оно связано с самим умом, и поэтому настроение человека, его судьбу, его здоровье даже, и способность мыслить мышление человека, и желание человека, все это можно видеть по глазам. Глаза связаны с умом. Все, что происходит внутри ума, все видно через глаза, и человек по глазам может все определить у человека, что происходит в жизни. Если он немножечко поизучает это, потренируется, все по глазам видно. Жена по глазам смотрит мужа. Она говорит, много посмотри на меня, мужа. Он такой, ну. Она смотрит такая. Опять с Манькой встречался. И смотрит ему глаз, ну смотри, я вборачивайся. Он, нет. Она говорит, точно встречался. Женщина все видит по глазам, у нее чистота разума развита. У женщины силы, у мужчины силы. Поэтому женщина вычисляет все то, что муж делает, она знает уже заранее все. Вычисляет то, что он делает. У меня часто отец прятал от мамы деньги. На выпивку себе прятал деньги. И она знала точно, где он прячет. Причем он всегда прятал в разных местах. Наверное, это у меня способности от нее, от мамы. Я чувствую. И я удивлялся страшно. То есть она даже не промахивалась ни на секунду. Разок я видел такое движение, я был в шоке просто. Она подошла к шкафу одежды. И прямо совершенно без ошибки взяла одежду определенную. И прямо точно от подкладки в одном месте нашла деньги. Буквально 5 секунд вскрыла там раз, вытащила и все. Второй раз она пошла без ошибки в мусорное ведро. И больше того, она высорила, выбросила этот мусор. Она выбросила этот мусор, короче. Сразу же, а деньги взяла? Женщина, она очень хорошо разбирается в мужчине. Все, что он делает. У меня мама знала точно, кто идет, кто звонит. Она говорит, открой, папа пришел. Или сестра. То есть она знает, просто человек еще звонит только. Он вообще... Женщина, поднимите руку, кто знает по звонку, кто пришел. Видите, женщины такие. У них очень чувствительный разум, они разбираются во всем. Но вот глаза — это зеркало ума. Это не зеркало души, это зеркало ума. Чтобы вы знали. Следующее чувство — это чувство вкуса. И чувство вкуса, оно отвечает у человека за способность быть сильным. Оно связано с психической энергией, с правной. И если человек вкусно питается, то у него много энергии. А если невкусно, то мало. Но если человек невкусно питается, но правильно, тогда у него трансформируется энергия, преобразуется и вылечивает организм. Если врач говорит, надо вот это пить, горькое что-то там. Человек пьет, у него меняется энергетика в организме, энергии станции меньше, слабость появляется. Но зато энергия идет в выздоровление. А если человек невкусно питается и нездоровой пищей, то, соответственно, понимаете. Значит, не хватает разума. Отсюда все проблемы. И надо понять такую вещь. И последнее чувство, это чувство обоняния, оно связано с грубым телом. И есть даже такие медические приметы, что если, допустим, близкий человек плохо пахнет, значит, его надо исследовать, у него какое-то хроническое заболевание, тело развивается. Если запах поменялся, у него резко такой, что от него пахнет, плохо стало, надо его на исследование направить, чтобы изучали, у него какое-то тяжелое, может, заболевание быть. Или, допустим, если вы пришли в какую-то квартиру, зашли к кому-то, к гости, а там плохо для вас пахнет, не кушайте там, это несовместимая энергетика с вами, вас вырвать там может, не кушайте в этой квартире ни в коем случае. Или, допустим, женщина решила покупать дом, а женщина очень сильно, психика женщины зависит от жилья, в котором она живет, очень сильно. Если женщина покупает дом, она должна там принюхаться сначала. Если даже новое жилье, и там ей не нравится, запах не нравится в этом месте, не покупайте. Счастья там не будет, женщина вынесет все мозги, и поэтому придется покупать новое жилье. Она там будет ходить, ну и все время ей будет плохо, и годик-два поживете, и придется меняться, размен делать. У кого так было, поднимите руки. Не имеет значения. Это чувствуется просто энергетически. Она говорит, не дышать плохо здесь. Она это с дыханием начинает связывать. Я разок работал с людьми, которые вообще не имеют чувства обоняния. Они говорят, запах тяжелый. Они не могут сказать хороший, плохой, чувствуют что-то не то. Они говорят, не дышать тяжело. Понимаете? То есть это деятельность ума уже, не носа. Это в носу действует, отсутствует обоняние. А в уме обоняние всегда присутствует, потому что мы рождаемся с ним. Понимаете? Человек не может без него жить. Также чувство зрения. Человек может быть слепым, но человек может научиться видеть с помощью определенных практик, техник. И будет видеть этот мир без всяких глаз. Понимаете? Я даже слышал, что есть один человек в мире, который водит даже машину без глаз, без зрения. Ему права дали, потому что он доказал, что он не ошибается. Представляете? Сидит, едет. Зрения нет совсем. Слепой. Таким образом, эти пять чувств, они получают счастье от этого мира, и разум направляет их. Он говорит, иди вот туда, там тебе будет хорошо. Разум направляет. То есть человек с помощью разума определяет, где ему действовать, где не действовать, где ему работать, где не работать, на ком жениться, на ком не жениться и так далее. Понимаете? Деятельность разума. Если человек неразумный, он ошибается, делает ошибки, потом мучается и пытается изменить свою жизнь таким образом. Таким образом, цель человеческой жизни — это развитие разума. Некоторые люди спрашивают, в чем цель моей жизни? Цель вашей жизни — развить разум. Делать так, чтобы разум был настолько сильным, чтобы вы точно всегда находили счастье. Никогда не ошибались в этом вопросе. Но для этого надо разобраться, какие виды счастья бывают, как правильно жить, как неправильно и так далее. И все это означает деятельность разума. Самая важная тема в этой жизни. Человек должен пытаться почувствовать, понять свою судьбу. Иначе какой смысл жить? Нет смысла в жизни, получается, тогда. Далее. Видите, песня о развитии разума. То есть, знать бы, что меня ждет за далекой чертой. Зато я узнал, что такое заря. Ну, то есть, человек ради разума живет, ради того, чтобы понять этот мир, как он устроен, насколько он прекрасен. То есть, он спал на холодной земле, но зато узнал, что такое заря там за облаками. Это принесло ему счастье. Он помнил потом эту заре и становился счастливее от этого. Очень важно знать, как действует разум. Это дает возможность человеку понимать, как вообще жить в этом мире. Потому что чувства, мышления, надежды, мечты — это не деятельность разума. Это деятельность ума. Мечтает ум, допустим, «эх, так хочу выйти замуж». Не помогает выйти замуж. Часто люди просто только этим занимаются, девушки целыми днями. Но это не помогает выйти замуж. Потому что вы замуж выйти, помогает деятельность. Девушка должна действовать как девушка. Она должна подружкам помогать, заботиться обо всех, пытаться женственность себе развивать в деятельности. И забыть о том, что хочу выйти замуж. Тогда щечки становятся румянами, она становится счастливой в этой деятельности. И она всем начинает нравиться. Она становится красивой, потому что она, как женщина, развивается. А женщина, когда развивается, становится красивой всегда. Она активна, деятельна, по-женски. Заботится обо всех, желает всем счастья, любит всех и так далее. Но если она всю свою энергию на мечту тратит, тогда у нее нет силы ничего делать. И в результате этого она ухудеет, у нее щеки становятся впалыми. Она такая несчастная, никому не нужно становится. Потому что парни же нравятся красивые девушки, а они несчастные. Поднимите, кому несчастные нравятся. Есть такие? Никому не нравятся несчастные. Всем нравятся только красивые. Как в Бременске музыкальности. Ой, ты дурочка моя, труба дурочка. Да чего же исхудала фигурочка? Ты можешь обратиться к врачу? Ничего я не хочу. Видите, она там думала, мечтала. Испортилась фигурочка. И все, побледнела она. Настроение у тебя истерическое. Выпьет доченька яйцо диетическое. Что-то надо сделать. Значит, совсем плохо. Она мечтала просто. Она думала о своем музыканте. И похудела из-за этого. А надо было просто сматываться. Издомно. Музыканту. Это я никаких советов сейчас не даю. Парнических. Так. Просто разрушляем. Он так, в конце концов, ей помог. Но неважно. Важно то, что человек должен понять, что действие дает победу над судьбой. Она связана с разумом. А не просто мечты. Это деятельность ума. Мечты не меняют жизнь. Разум меняет жизнь. Деятельность разум меняет жизнь. Видно объясняет, что есть три центра разума. Они очень имеют тесную связь с душой. С нами. Душа — это я. Я — душа. Не тело. Тело — это машина, в которой я нахожусь. Я пользуюсь телом для того, чтобы жить. Но я — душа. Потому что когда я выйду из тела, я останусь жить, а тело уже не будет жить. Так? Итак, я — душа. И у души есть сознание, которое пропитывает все тело. У сознания существуют три основные типа энергии, необходимые очень сильно для человеческой жизни. Первый тип энергии — это энергия знания, без которой мы не можем жить. Ну что сказать, ну что сказать. Устроены так люди, желают знать, желают знать, желают знать, что будет. Ну то есть это деятельность знания. Центр знания находится в области лба. И он связан с мужским началом у человека. У мужчины этот центр разума развит очень сильно. То есть стремление к познанию, к победе над судьбой, с помощью познания. Это мужская функция. То есть мужчина узнает все как правильно и пытается с помощью этого побеждать судьбу. Мужская функция. Здесь у мужчины очень сильная энергетика разума, а у женщины очень слабая. У женщины чувствительность очень высокая в этой зоне. И поэтому, когда мужчина начинает, я тебе сейчас расскажу, как правило, твой про меня внимательно, и начинает я демагогию толкать жене своей, допустим, таким пафосом, напором на нее, то у женщины, так как у нее здесь слабое место, она чувствует, что вообще ничего не соображает уже. Она чувствует, что не может вообще это слушать. Она говорит, замолчи! Ну что она устала, говорит, скажи в двух словах, чего ты хочешь. Правильно женщина говорила или нет? То есть им тяжело это все, рассуждения долгие, мужчины любят рассуждать, рассказывают, как правильно вообще все. У женщины думают, ай, сколько можно это слушать. Так или нет? Да. Потому что у женщины здесь как бы дырка, ей тяжело это все слушать, все. Вот, у нее как бы разум не связан со знанием, у нее связан разум с любовью, потому что есть еще один центр разума, связан с женским началом, этот центр разум находится в области сердца. И где-то женская энергия здесь уже сердечная идет, у мужчины здесь дырка в области сердца, а у мужчины огромная, у женщины огромная сила, сила любви. Как в мультфильме этот Маугли подходит к змею мудрому и говорит, «Как? Что это?» Он за сердце держится, но влюбился. «Что? Что это?» Ему друзьи ей говорит «Весна!» Ну то есть вот здесь в мужчину дырка, поэтому мужчина влюбляется в женщину, она пробивает его с его своей энергией любви, мужское сердце не может устоять перед энергией любви, а женское сердце может. Женщина сама себе позволяет влюбиться, она сначала смотрит, так вот этому я нравлюсь, этому нравлюсь, этому нравлюсь тоже, ну это вообще как бы, посмотрим, глаз не построим немножко, с этим вообще не знаю, что делать, непонятный человек, ну пусть дальше любит пока. Ну то есть она анализирует все, изучает, правильная женщина говорит, и потом раз видит, вот хороший человек, он так, ну, вот ему глазки строит, и он, аааа, вот, влюбляется сразу. Так действует энергия разума, женская тоже, женщина тоже влюбляется позже, когда она себе это позволяет сделать, но пока она не позволила, она не влюбляется, она может контролировать эту энергию. И мужчина, он не терпит женских эмоций, ему тяжело, когда эмоции направлены на ласку, то есть женские, мой дорогой, я тебя так люблю, мой хороший, он такой раз, раз, да, это такое, как ватруска становится, такой, ааа, спасибо, ему хорошо становится, его это растапливает, это энергия любви, он становится тепленьким таким. А если женщина ему говорит, пойдем, я хочу тебе кое-что сказать, мужчина говорит, может завтра, я сегодня устал, то есть эмоции, когда направлены, ну, женщина эмоционально что-то говорит сильно, и хочет ему что-то объяснить эмоционально, мужчина не может это терпеть, он говорит, нет, сегодня я устал, я не могу. Так или нет? Мужчина чувствует тяжело ему эмоционально, и женщина потом, другой женщине звонит, подружке говорит, слушай, я ему хотела сказать, он вообще не хочет меня слышать. Эмоционально, тоже эмоционально, сильно говорит своей подружке, и она говорит, я тебя понимаю. Ну, тоже эмоционально, у них вообще никаких проблем, потому что у них здесь сильный, как бы, центр разума, они могут часами эмоционально болтать, а мужики, они, наоборот, у них, как бы, выбегают, нормально, 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 ну, давай, пока, молодец, все. Ну, то есть, у них, как бы, они могут демагогию разводить часами по телефону, разговаривать о делах, так, какие-то там, жена говорит, сколько можно уже, ты по третьему кругу пошел, мне жена говорит, она не может слушать, не говорит, где на улице разговаривать, все, я не могу слушать. Вот. Правильно, женщина или нет? Да. А когда сама чирикает по телефону, с подружкой часами, не все нормально? Проблемы каких-нибудь? Видите, мы по-разному устроены. Итак, есть два центра разума, один связан со знанием, другой с энергией любви, и есть третья энергия, то есть, энергия любви, это Ида Нади, вот этот канал энергия знания, Пингала Нади, два канала. Есть еще центральный канал, который называется сушумно, и этот канал опирается на паховую зону, то есть, центр разума, который связан с сушумно, находится в области паха, и он связан с вечностью. Ощущением вечности или ощущением смерти. Человек боится где? Вот здесь, в паху. Здесь напрягается все в паху, он боится там внизу, живота. И так как те паховые центры связаны с кишечником, то иногда человек от страха может, как Петька говорит, из окопа взрыв произошел, Петька говорит, Василий Иванович, я, по-моему, ранен. Как ты это чувствуешь? Говорит, ну чувствую, кровь по ногам так и хлыщет. Бывает такое, окопная болезнь называется. Испугался человек, и такой эффект возникает. Таким образом, три центра разума у нас есть, и все они питают знанием о любви, о жизни, о смерти, о том, как действовать в этом мире, питают ум. Ум имеет мысли, мышление. Ум думает левой стороной. Это женская энергия, мысли женской энергии, поэтому у женщин мысли сильнее, в шесть раз сильнее, чем у мужчины. Вот. Желание у мужчины в шесть раз сильнее, чем у женщины. Это с левой, с правой стороны желание возникает. Поэтому кто кого добивается, кто желает кого? Мужчина, женщина. То есть он пытается добиться, а женщина, она думает, когда же он меня добьется? Ну понятно. Ну то есть, как вы видите, все распределено в организме, вот таким образом все работает. И у ума есть настроение. И ума есть также судьба. Это объясняет, что вокруг души находится такой шарик психический, в котором находится память о прошлых поступках. Она может быть подсознательная память. Человек может не помнить, что там он делал в прошлых жизнях даже. И эти поступки влияют на судьбу через взгляд души. То есть душа смотрит когда на этот мир глазами вроде бы, но она смотрит через сердце. И иногда взгляд бывает тусклым, а иногда бывает ясным. Иногда человек чувствует, что жизнь несчастна, у него плохая. Иногда он чувствует, что она очень счастливая. Это означает, что так действует судьба. То есть судьба человека приводит в контакт с каким-то человеком. То есть гармония тоже на уровне сердца возникает. Человек в сердце начинает чувствовать любовь к другому человеку. Возникает по судьбе. То есть два человека по судьбе, у них судьбы соединяются, между ними возникает нить, такая связь. Нить незримая. То есть это тоже деятельность ума. А он соединяет нас с родственниками, с окружающими. Возникают такие нити. И когда родственнику плохо, энергия счастья, которая у нас находится внутри, она идет близкому человеку. А если не хватает отсюда энергии счастья, мы начинаем беспокоиться. Допустим, ребенок заболел, мать может чувствовать, что все будет хорошо. И он выздоравливает. Поднимите руку, а то так было. Значит, у вас хватило энергии счастья. А бывает, что ребенок заболел, и она чувствует, что как бы что-то не то. И она начинает беспокоиться, то есть энергии счастья. И не хватает внутри. Поднимите руку, у кого так было. Заболел ребенок, и беспокойство пошло. Не хватает силы. Вот это означает связи. Также мы очень сильно реагируем на боль, недостатки близких людей, на их поведение через эти связи сердечные. Почему? Потому что люди объединяются в своей судьбе друг с другом. Наша судьба начинает действовать через близкого человека. Это тоже надо знать, что если близкий человек ведет себя неправильно, это действие нашей судьбы. Но это мы на следующей лекции будем более подробно изучать. А сегодня мы пытаемся понять вообще то, что у человека есть вообще-то не просто цель дом построить или ребенка вырастить, а есть более жизненно важные такие состояния психические, которые означают цель жизни, цель жизни. И человек стремится к Богу по факту. То есть как к растению стремиться к солнцу, к свету, так и человек стремится к источнику любви, источнику счастья. Поэтому люди, которые более разумные, больше нацелены на смысл жизни, они изучают веру, изучают во что верить. И человек устремлен к этому, это чувство устремления к вере, к чистоте, к вечности. Оно тоже аллегорично может в песне быть воспето, вот это чувство стремления к высшей цели жизни, как проявляется. Поэтому в детстве мне очень понравилась одна песенка, я не мог понять, почему она мне нравится. Потом только, когда я понял, как душа стремится к Богу, к вере, к чистоте, к высшему какому-то смысл жизни. Я опять вновь эту песню услышал и понял, почему она мне нравится. Потому что, как река течет в море, как река течет в Байкал, точно так же и душа. Она по жизни хочет к счастью, прийти к любви, к вечной, к вечной чистоте, к вечному знанию. И человек всегда стремится к чему-то возвышенному. Но иногда люди в суете жизни вообще даже об этом не думают. Они думают, что вот самое чистое и светлое устремление, оно тоже в сердце есть, но я как... Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом, иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ну, то есть, видите, человек должен идти к светлому к чему-то. То есть, он должен стремиться к любви, к чистоте, к счастью. И он не должен ограничиваться в этом движении. Он должен... Там, где волны синие блещутся всегда. То есть, всегда означает вечно. То есть, человек стремится к вечности, так как вода сливается с вечности, так и человек должен слиться с чистотой, с любовью, с настоящей. И человек очень сильно к этому стремится, он ищет настоящей любви. Когда он в семейной жизни этого не доходит, он разочаровывается, думает, я стремился совсем к другому в своей жизни, как я теперь буду дальше жить. Он не понимает, что в личных отношениях, в семейных, в детях, вечности не найти. И вечности она проявлена в более высшем, которое можно познать, изучая духовное знание разных традиций. Человек, изучая, это может свою, в конце концов, традицию найти. И это надо делать правильно, в этом есть как бы глубокое понимание вещей. Нужно изучать, чему сердце обрадует. Нужно изучать это. И некоторые песни об этом как раз говорятся, об этом изучении мира, что сердце обрадует, что не обрадует, как устроен этот мир. Затрон — это очень глубокая философская тема. Даже само слово «счастья» означает существование сейчас. «Тья» означает существование. Это с древнерусского языка. А сейчас — это сейчас, это сейчас. «Счастья», то есть «счастье». Понимаете, веды объясняют, что когда человек не понимает важность высшей цели жизни, он не задумывается о вечности, не задумывается о глубине своей жизни, о главном, о чём-то, то его всегда уносят или в будущее, или в прошлое. Когда человек очень сильно хочет достижений в жизни, он стремится заработать больше денег, он стремится как бы подкрутиться и добиться, он стремится по знанию, больше там институт, второй институт, ещё там что-то, получить какое-то образование. Часто человек очень сильно устремляется в будущее. И это устремление в будущее очень сильно напрягает психику, потому что реально человек становится счастливым только когда он соединяется с вечностью, замирает в этом восприятии глубины этого мира. Понимаете, есть разные способы забирает, замирает восприятие глубины мира, становится счастливым. Мы сейчас об этом тоже поговорим с вами. Но идея заключается в том, что если человек убежал в будущее, он думает только о том, что завтра будет, что завтра ему счастье придёт, он истощается, теряет себя, становится больным и разрушается его жизнь, разрушается семья и всё прочее. Птица счастья с завтрашнего дня прилетела крыльями звеня, выбери меня, выбери меня, птица счастья с завтрашнего дня. То есть в школе как мы думаем? Вот выучусь, школу закончу, тогда стану счастливым. Закончил школу, вот поступлю в институт, тогда стану счастливым, поступил в институт. Вот выучусь, вышел в институте, тогда стану счастливым. Выучился, вот найду хорошую работу, тогда стану счастливым. Ну, самый лучший сценарий, да, нашёл хорошую работу. Вот, когда на квартиру накоплю, тогда стану счастливым. Ну, супер вообще, некий кризисов, инфляций, капуста остаётся на прежнем уровне. Вот, накопил на квартиру. Вот, когда, дети вырастут, тогда стану счастливым. Хорошо, нет проблем. Самый лучший сценарий, дети растут, как бы, вот, когда поженю детей, тогда стану счастливым. Поженю. Вот, когда дети выучатся, тогда стану счастливым. Провод, когда внуки подрастут, раз и умер. Неожиданно. Стал счастливым. Ну, не знаю, не знаю. В момент смерти человек, когда так живёт, он потом кается, чувствует, что зря прожил свою жизнь. Видите, он сказал, не всегда по дороге мне с ним, пусть этот мир вдаль летит, сквозь столет, но не всегда по дороге мне с ним. Чем дорожу, чем рискую на свете, мигом одним. то есть, надо понять, что сейчас счастливым надо быть, не завтра, не послезавтра, прямо сейчас. Но для этого надо, понимаете, задуматься о жизни вообще. Если ты о жизни не задумаешь, ты не можешь стать счастливым. Но есть ещё такое понимание, когда человек сливается с этим миром, он начинает видеть чистоту, божественность этого мира, когда он видит также чистоту отношений, и также отношения с Богом начинает пытаться строить. Тогда в этом случае есть три вида. Остановить время. Первый вид — увидеть чистоту этого мира, природу. Второй вид — увидеть чистоту отношений с близкими людьми. И третий вид — это увидеть, почувствовать Бога в молитве. Вот эти три вида развития разума, то есть в это время разум становится максимально сильным. В это время человек может поменять свои представления о жизни, может поставить цели жизни, может реально как бы победить свою судьбу. Но есть люди, которые ломаются в своей мечте, то есть не всегда этот сценарий работает, вот этот самый лучший. Человек ломает свои мечты, он уходит в прошлое. Прошлое, жить в прошлом означает невежество, жить в будущем означает страсть, а жить в настоящем означает благость. Есть три силы в жизни, три способа жить. И разум, когда устремляется в будущее, разум становится очень закостенелым. Ему трудно разобраться, что делать, как жить, он как бы могу работать, могу не работать. То есть у него одно мышление только. Вот когда человек в прошлое устремляется, то разум деградирует от этого. В депрессии человек живет, в печали, в тоске, спивается, там депрессняк уходит, рушится за жизнью человека, потому что он в прошлом живет. И есть песни, которые направляют в будущее человека, вызывают в нем привязанность к страсти. Есть песни, которые связаны с прошлым, есть песни, которые связаны с настоящим. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом, как солнце поутру, пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам, счастьем поделись с другим. Об этом мы будем серьезно говорить. Это счастье имеет свое устройство, свою природу, надо в этом тоже разобраться. Но мы должны сейчас почувствовать, что значит жить в прошлом, жить в будущем. Песни, связанные с будущим, они манят вперед. Много фильмов очень таких, которые всегда человек куда-то стремится, у него много препятствий, на ду-ду-ду-ду-ду всех поубивал, раз, достиг. Вот это вот жизнь, человек упахивается, как и шаг. Ему надо, он сильно напряжен, и ему надо такие фильмы смотреть, чтобы снять напряжение, потому что он живет в будущем, ему надо увидеть, что все получается. И поэтому куча таких фильмов, которые показывают, что все получается. Там неважно о чем вообще, там уже и всякие мертвецы уже там в кино, чтобы развлекать как людей, они про жизнь уже насмотрелись, теперь надо про наспертецов насмотреться, про людей насмотрелись, теперь ящериц там всяких, черепашек, ниндзи показывают. Ну то есть уже надо что-то делать же, люди же на людей уже не могут смотреть, они устали. Надо черепашек смотреть, ящерек, мертвецов. Но идея одна и та же. Мы сражаемся, и в будущем все хорошо получается. Понимаете? Идея одна и та же. Вечером обычно это смотрит, такие фильмы, думает, ну слава Богу. Ну и засыпает. Ну то есть идея такая, что как бы цель нормальная у меня, если черепашек, ниндзи замочили, значит я тоже смогу победить, ничего страшного. Там была ситуация гораздо хуже, чем я. Ну это подсознательно так работает, человек может соспать, все хорошо. Но есть люди, которые зачаровались в жизни совсем. Эти люди живут невежествами, это также преступный мир, люди агрессивно настроены, готовы всех поубивать. Знаете, они такие... Мы бандиты, гонстерита, убиванта и стрелянта, мы любита от пистолета, то и это, держи банка миллиона и плеванта на закону. То есть они готовы всех поубивать. Для них нет как бы преград никаких препятствий. Некоторые люди в невежестве, они печаются постоянно в соске, другие пухают. Ну, то есть это все, вот эта сфера невежества означает жизнь в прошлом. И она тоже отмечается определенными песнями, с такой скорбинкой, это шансон, вы знаете, шансон. А белый лебедь на пруду, гоняет большую звезду, на том пруду, куда тебя я приведу. Ну, такая, знаете, печаль такая в песнях, как бы, или откровенная уже. Теперь оправдываться поздно, посмотри на звезды, посмотри на это небо, и пирог, как за это получил. Видишь, это все в последний раз. Ну, то есть, тоже откровенно, просто согласен, согласен. Совсем согласен. Итак, видите, как бы, есть три типа жизни, веды объясняют. Есть жизнь в невежестве, когда человек уходит в прошлое, деградирует. Есть жизнь в страсти, когда он сильно напрягается, желает счастья. Его же оттуда не вытащишь, надо ждать. Вот, и жизнь, когда человек просто аскезу совершает, взял, про все забыл, слушаем лекцию, радуемся жизни. Это жизнь настоящая. Или человек просто принял свою судьбу, вот у меня такой муж, и хорошо. Какой есть, такой есть, все, с ним будем жить. И сразу счастье приходит. Неожиданно так, понимаете? Вот, но вообще, нужно знать, что у человека существуют разные типы веры. Нефтердунт вера означает, вот я православный, там я мусульманин. Это тоже, да, это вера выше, это называется высший смысл жизни. Но человек должен также верить в этот мир, понимаете? Он должен понимать, как к нему относиться правильно, иначе он здесь жить нормально не будет. Потому что надо откуда-то здоровье получать. Мы откуда здоровье сейчас получаем? От химических препаратов, да? Верим в химические препараты. А раньше люди здоровье получали не от химических препаратов. Они получали от природы, понимаете? Потому что эта природа, этот мир дает здоровье в тысячу раз больше, чем химические препараты. что у нас мозгов не хватает просто, не хватает это понять. И есть песни, которые настраивают, они дают этот тип веры, веру в природу, понимаете? Они настраивают на вот это вот восприятие, что природа лечит, она дает силы. Причем древняя медицина, я ее изучаю, она рассказывает, как это происходит. Например, иммунитет лучше всего лечит восходящее солнце. Инфекционные заболевания человек побеждает, когда он любит солнце, учится любить солнце. Смотрит на него, кланяется ему. Есть даже гимнастика, сурья намаскан, покров на солнцу, когда человек повышает жизненные силы, иммунитет, у него оптимизм жизни повышается, радость жить. Потому что солнце несет энергию радости вот этой. Ра означает солнце, переводится с санскрита, из белья нерусских языков, другая нерусского. Многих языков. Ра, солнце означает. Дасть означает давать. Давать, радоваться означает дарить всем солнце. И представляете, человек стоит перед солнцем, он повторит, «Я желаю всем счастья! Я желаю всем счастья!» Сам смотрит на солнце. Энергия солнца заходит в него и выходит из него. И получается замкнутое такое движение, как электрический провод. А в центре лампочка — это я. И это означает побеждать судьбу. Когда человек замыкает вот этот круг, берёт энергию счастья, отдаёт другим, он получается, становится здоровым. Потому что здоровье означает движение энергии. Она не должна застаиваться. А ты, когда счастья много, слишком разжил и в сердце должен, может, знаете, от счастья иногда люди умирают. Это надо отдавать сразу счастье. У нас здесь семинар, у меня есть «Победа над трудностями судьбы». Мы вот человека вводим прямо на сцену, у него прямо совсем плохо, там что-то вообще, жизнь рушится. И я его предупреждаю, сейчас весь зал вам будет желать счастья, вам надо забыть про себя, им назад это отдавать. И у вас тогда будет победа. Некоторые не выдерживают, начинают плакать там на сцене. А, одна женщина вообще так оцепенела, мы её потом откачивали буквально, в смысле слова. Понимаете? То есть она так сильно, счастье, энергия счастья так сильно входит, что человек не выдержит, плакать начинает. И она даже отдавать, а он не может отдавать, он о себе думает, ой, я такой несчастный, вот, помогите мне. Понимаете, когда человек так думает, он не может выкарабкаться, надо другим служить, заботиться, тогда человек становится счастливым, побеждает судьбу, когда он не о себе думает. Знаете, почему так? Потому что есть ещё третья структура у нас в тонком строении. Есть ум, есть разум, а есть ещё эгоизм. Или чувство собственного достоинства, или ощущение себя как личности. Этот эгоизм или приносит беды человеку, когда он хочет счастья себе, беды объясняют, самый главный флаг человеческой жизни, когда эгоизм настроен жить для себя. Лаптик, ты будешь... Лаптик, ты будешь... Там песня Кота Базилия, да? На дурака не нужен нож, ему покажешь медный груш, и делай с ним что хорошее. То есть корысть. Жизнь направлена на себя. То есть... И когда человек настроен таким образом, он разрушает всю свою жизнь, потому что этот эгоизм, во-первых, создает болезни в организме, во-вторых, энергетика зацикливается на себе, она никуда не выходит, то есть скапливается энергией, плохо становится. Есть три типа энергии основных. Если скапливается энергия вечности, она сделает напряжение. Человек в будущее устремлен, поставлен ему в будущем счастье на ду. У него энергия вечности скапливается, возникает сильное психическое напряжение в организме, разваливаются суставы, кишечник, позвоночник, давление повышается, там головные боли и так далее. Пожалуйста. Второй тип энергии — это энергия знания. Когда человек хочет, чтобы все по его было, он не может терпеть мнения других людей и так далее, у него скапливается эгоизм, соприкасаясь с энергией знания, копит эту энергию знания в себе, человек становится пупом земли, он все знает, никого слушать не хочет, у него как копится энергия тепла в организме, воспалительные заболевания, всякие колиты, гастриты, холециститы, опять зашкаливает давление, но ему жарко уже становится этому человеку. Вот, у него гипертермия там и так далее, понос судороги, смерть. Вот. Ну, то есть развитие событий. Если человек не может с этим разобраться, если он не знает, что он неправильно настроен, просто ему надо отдавать знания, если копишь знания, отдавай знания. Чтобы отдавать, надо быть смиренным, никто тебя гордого слушать не будет, надо быть скромным, когда ты отдаешь знания. Тогда он будет переходить от тебя, энергия знания. И жара не будет в теле. И третье, энергия счастья. Энергия счастья, если счастья хочешь себе, только тогда подползти, и что он трудством становишься. Энергия счастья, она купит вещества в организме. Больше, 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 счастливый, все сильнее, все сильнее, все счастливее, совсем счастливый. Заметели, полные люди, они такие счастливые всегда. Это болезни тяжелые развиваются. У меня знакомая, у моей жены, она заболела онкологическим заболеванием тяжелым. И моя жена спрашивает, что такое? Я говорю, вот она все копит, говорю, в квартире. У нее вот это накопление привело к засорению тонких каналов. То есть это аналогия идет. Она в квартире копит, а у нее в тонких каналах тоже все копится. И жена пришла, короче, к ней в гости. Она говорит, иди сходи в магазин, вот купи вот это, вот это. Та пошла в магазин, а у меня выкидывала половину вещей из квартиры. Сюда, по своей подружке. Там нерешительно такая. Та приходит в квартиру, а она выкинула то, что ей не надо просто. Все лишнее выкинула. Просто выкинула и все, вывезли из квартиры. Та приходит, и говорит, ой, что ты в квартире так хорошо стала? Ты что сделал? Она говорит, я выкинула вещей. Та-да! Говорит, спокойно, все будет нормально. И чем? Она там говорит, мне легче жить стало, правда. Представляете? Сразу легче жить стало. Поднимите женщин, кто чувствует, вот лишнее выносит из квартиры. Видите, чувствуют многие женщины. Скапливается лишний раз, повыносили. Муж любит скапливать всегда. Он же стремится к накоплению в квартире, а жена раздает, чувствует лишнее ваше. Так, три типа энергии. Есть энергия огня, связанная с сознанием, энергия воздуха, связанная с вечностью, и энергия воды, связанная с счастьем. Понятно? Если человек в эгоизме находится по отношению к этому из этих трех энергий, тогда у него возникает три типа заболеваний. Первый тип напряжения в теле означает, суставы страдают, позвоночник, боли, спазмы во всем теле. Если он не может отдавать энергию знания, ведет себя амбициозно с людьми, делает умный вид, гордость себя ведет, обижается, гневается, энергия знания неправильно действует у него, значит, распалительные процессы будут в организме. Кожные болезни некоторые связаны с этим. Если человек энергию счастья не хочет отдавать себе, копит жадный, значит, появится накопление лишних веществ в организме. И это приводит к онкологии в конечном счете. Что-то вы загрустили. Вот, то есть, это есть три типа направленности, есть три типа разума. Это энергия знания, огонь вот здесь находится у человека, энергия любви, вода, то есть, энергия воздуха в паху. Видите, то есть, три типа энергии. Женская природа имеет водную природу женщина, а одна водная стихия, как бы. У нее энергии воды много, поэтому она мягкая, такая нежная. Она связана с энергией счастья. Энергии знания у мужчины много энергии огня в организме, поэтому жарко постоянно. Мужчине всегда надо открывать окно, поднимите женщину, мучает муж, у кого окно открывать постоянно, душно ему. Видите, вот, а женщинам холодно постоянно, так? Потому что вода холодную природу имеет. Они думают, ну что-то нет, не сильно жарко здесь. Они постоянно купаются. Вот. Энергия вечности, энергия воздуха, она принадлежит и мужчинам, и женщинам. Она не имеет связи с полом. Все хотят жить, да? Или кто хочет больше жить, женщина или мужчина? Одинаково, да? Все хотят жить одинаково. Итак, вы не замучились, кстати? Нормально? Хорошо, движемся вперед тогда. Итак, у человека есть три способа верить. Один способ веры дает силы восстанавливать человека. Это вера в этот мир, вера в природу. То есть человек должен любить этот мир, любить природу. И эта вера дает здоровье. Некоторые думают, здоровье, нужно для здоровья, нужно диагностику проходить, нужно таблетки пить там и все прочее. Это все нормально, я не против этого. Нормально, надо всегда знать, что у тебя там внутри растет. Вот. Это тоже не помешает знать, это все нормально. Вот. Но если ты хочешь, чтобы не росло ничего лишнего, значит, нужно контактировать с той силой, которая дает здоровье. Человеку дает здоровье природа. Солнце дает иммунитет, энергию огня, вода дает любовь. То есть успокаивает чувства, расслабляет человека. Человеку хорошо становится, он стресс снимается на воде, с водой, когда он контактирует с Байкалом. Большим массивом воды спокойно становится, хорошо жить. Иногда так расслабляет, что делать ничего не хочется уже. Это энергия любви, вода дает энергии любви. Есть и земля, она дает, она как мать. Она дает защиту прибежья. Когда человек чувствует, что нет защиты, надо босиком по земле ходить. Если человек замотался, засуетился, надо уехать из города, пойти в лес. Здесь есть энергия воздуха, ветра. Энергия воздуха дает бодрость, работоспособность. Человеку, когда плохая работоспособность, вялость, ему надо гулять по свежему воздуху или бегать. Он почувствует тонус, силу. На свежем воздухе с утра надо бегать. Если женщина не может трогить, у нее не хватает энергии воды и земли. Она должна по берегу моря ходить или реки. Раньше в древней культуре женщины вообще в песке, в мокром, зарывали, которые вот так по голову, как белое солнце в пустыне, в мокром. И они как бы на солнце, солнце светит, и они в мокром песке находятся на берегу моря по 4-5 часов в день. И у них восстанавливаются гормональные функции, они потом зачинают детей. Представляете, такая методика интересная? Потому что верили люди, чувствовали силу природы, верили в природу. Сейчас мы ни во что не верим. Так вот, у нас таблетками пичкают, и там что-нибудь отваливается нечаянно. Ну, побочное действие, что делать? А природа не дает никакого побочного действия. Она дает только счастье. Но чтобы с природой контактировать, вы понимаете, приезжаем на природу. И чем мы там занимаемся? Там шашлыки пожарили, там грибы пособирали, побегали, все поломали и умотали. Для того, чтобы на природу настроиться, надо понимать аскезу совершить, надо остановиться. Надо никуда не бежать, ничего не собирать, ничего не ломать, остановиться просто, начать любить. Потому что только в любви гармония возникает. Через любовь разум активизируется, я вам говорил, силы любви активизирует разум. Человек очищает свое восприятие мира, у него меняет свое представление о жизни, о друзьях, о любви, о близких, о работе, обо всем. Он просто на природе находится, и у него все восстанавливается. Но для этого надо цену заплатить, понимаете? Надо забыть обо всем, это трудно. Даже если лишние разговоры тоже могут помешать. Может быть, одному лучше человеку на природе быть, или с другом, который тебе мешать не будет, не будет тебя беспокоить.